Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкудер, специально для компании Амаркет. Сегодня проведем технический обзор рынка криптовалют. Значит, что у нас по битку? Сейчас хотел сказать, но у нас на самом деле ада стоит на графике. Сейчас я открою BTC и USD. Ребята, вот смотрите, по BTC, значит, отмечали уровень были 17700. Вот мы его прошли. Но он был как бы экстремальной точкой, вот эта вот ситуация. Но она только один раз отрабатывала, поэтому как бы легко пробили, потому что здесь тоже пробивали эту зону и в целом не было никаких там сопротивлений. Вот здесь будет сопротивление, ребят. 18700, вот 18700, 18300, 18700, там будет сильное сопротивление. Поэтому, скорее всего, цена сюда должна достать. Я думаю, что мы сюда дойдем. То, что я говорил, что скорее всего выйдем наверх, потому что вниз не хотели никак. И, значит, 18700 дальше посмотрим. Возможно, будет ретест. Думаю, ребят, что уйдем еще раз вниз. Так разворотов не бывает обычно. Думаю, еще раз будет на снижение либо на перелог, либо на тестирование то лоу. Поэтому это мое личное мнение. Пока тренд у нас не менялся. Значит, стоп аде. Ада тоже рассматриваю на отскок. Говорила, что вот здесь вот как раз мы с вами в прошлом деле смотрели, стояла вот цена. Вот сейчас подошли к нижней границе уже и можно поставить стоп за лоу. На отскок чисто здесь можно попробовать зайти со стопом за лоу вот сюда. Обязательно 100, ребят, потому что мы можем провалить. Я ее жду где-то по 20 копеек. По 20 копеек уже там 20 центов можно брать будет. Как бы долгосрочно. Это еще минус где-то сколько? 35 процентов где-то от текущей цены. Вот тогда уже можно будет посмотреть ее уже долгосрочно. Пока что это на отскок возможно там на 34-35 центов пойдет. Дальше, скорее всего, вниз. С BNB были слили там новости о том, что там уже Binance там что-то там резервы, что-то там SEC от него хочет еще американское. Поэтому вот на этой новости были слили по Binance монету, но выкупили обратно. Не все выкупили, протестировали уровень. Вот был 263 зона здесь вот. И вот сейчас выкупили. Посмотрим. Если сумеют закрепиться ниже, ребят, как здесь вот. И этот раз уже будет сколько уже слили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой раз. Ребят, есть шансы, что этот уровень провалит. Если это пробьют, то идем тогда на 200. То есть поэтому можно будет пробовать шорт ниже 263.1 с закреплением на дневке. Нефтянка хотел тоже глянуть. Видите, падала сильно. Отскок сейчас идет. Но думаю тоже отскок такой технический. Вот сюда где-то может сходить. Вот сюда вот. На 82. Я думаю с последующим снижением тоже. Уже нарисовали такой уже шорт. Реально здесь. И посмотрим еще недельный график. Ну понедельки. Ну понедельки уже вроде бы какая-то остановочка тут формируется. Но это еще не закрытая неделя. Поэтому не факт. Могут и падлоу закрыть. Поэтому посмотрим. Думаю отскок и дальше можно пробовать зашортить ее тоже будет. Так что у нас там Dash. Dash на месте. А Dash кстати сильнее смотрелся. Сильнее смотрелся. Но здесь что-то мне кажется, что там другая цена. Что-то здесь по-другому. Наверное это к доллару. Просто USD. Наверное Dash US. Поэтому там чуть поможет отличаться цены. Но пока он сильнее рынка выглядит. Но я бы пока в него не лез. То есть там реально уже он вырос. Вот dot от 5 долларов. Тоже можно было попробовать со стопом за low. И с целью где-то 5.7. Вот это вот 5.69. 5.7. Первая цель. Дальше там будет 7 долларов скорее всего. Но поэтому dot тоже надскок. Но я думаю ребят, что еще наверно будут заливать что-то. Так все оно выглядит. EOS тоже самое. Протестировал был 1.03. Вот уровень. Вот тоже зона там 0.98-1.03. Ну и дальше 1.20. Может быть к 1.20 сходит. Потом думаю тоже должны залить. Он кстати вообще пробил уровень даже с которого тогда росли. Смотрите. Вот начало роста. Эти уровни пробили. Сейчас находится ниже. Ну пока так консолидирует. Возможно конечно ниже сходит. Но пока выглядит так себе. По эфиру. Эфир тоже пытался пробить 245. Ну пробил был конечно пытался. Сходил потом вернулся. И вот сейчас стал выше 245. Но тут нисходящая линия тренда тоже ребята там идет. Нисходящая линия тренда. С хая там да. Если провести то как раз сейчас вот мы пытаемся пробить ее. Нисходящую линию тренда. И возможно пойдет. То есть консолидация есть. Если обратно это заливают. То тогда надо шорт. Пока может быть лонг. Цель где-то 1700. 1660 вот это один. Это будет первая цель. Дальше там 1900-2000 долларов. Но это пока такое. Думаю если биток не пойдет. То никуда оно не не двинется. Так что по лайту. Лайт тоже был сильнее рынка. Ребята посмотрите. Лайт вообще стоит. Очень жестко. Очень жестко стоит. На недельке тут и уровень есть. Да вот. На недельке прям три недели стоят. Если сумеют пойти. Потому что если будет обратно выход. Можно пробовать шортануть. Целью там 51. Если нет. То ребят может быть ложный пробой будет от 73. Тут можно реально блин. Ну я думаю где-то он должен скорее всего вот сюда сходить. Зона сто сто восемь сто десять долларов. Я думаю может даже 120. То есть реально очень сильно лайт смотрится. Выкупает каждое падение. Посмотрите любое падение выкупается. С перехай. То есть здесь вот упали видите. Выкупили с перехай. Здесь упали выкупили с перехай. Очень все падения очень быстро выкупаются. Действительно есть тут покупатель. Поэтому лайт один из тех кто смотрится сильнее. СНП ребят смотрите. Вот наша линия нисходящего тренда была. Построена еще раньше смотрите. Ложный пробой пока. Но это еще не факт. Это специально могут так сделать. Сегодня у нас будет заседание фрс и ставка будет процентная. И возможно это было просто там разводняки подают дальше. А возможно нет. Возможно и завалят ниже. Но пока так себе смотрится конечно. Но тут сейчас такая точка уже как бы решающая. Если не пробьют вниз значит все. Если пробьют наверх есть шансы что он пойдет к этому хаю ну или где-то там в четыре шестьсот. Поэтому сейчас нужно подождать будет. Так соланчик. Что у нас по солане. Солана пока стоит. Ребят пока стоит в лоу. Я бы смотрел. Я в этом писал четыре. Но говорил в прошлой неделе точнее четырнадцать и девять. Вот четырнадцать и девять. Вот четырнадцать и пятнадцать долларов. Можно здесь посмотреть на лонг типа со стопом типа вот сюда. Вот сюда. Вот там двенадцать и шесть. Двенадцать и пять. Но я бы смотрел выше четырнадцати девять. Вот выше этой вот верхней границы канала. Тогда открывается потенциал роста где-то. Но на двадцать на двадцать пять. Я думаю. Плюс-минус. Ну да. Двадцать два вот здесь. Ну где-то там двадцать двадцать пять. Может пойти. Может пойти. Учитывая что он нападал. Ни одного отскока не было. Всего лишь какой-то отскок был. Нападение сразу вниз. Потом какой-то маленький откатик. Такой небольшой. И дальше. Я думаю. Что есть шансы пойти повыше. По солане. Так. TRX. TRX. Что у нас? TRX. На месте стоит пока такое. Не очень интересно. Если честно. Стоит вот здесь. Ну если это пробьют. То скорее всего что-то поджимают. Ну трон стоит сильнее. На самом деле. И вот это если пробьют. То может пойти. Но пока смотрится так. Что придет на какой-то еще откат. Вот. Первый уровень. 0.064.8. Вот это вот. Ну пока я бы что-то сюда не лез бы. Есть поинтересные инструменты. Lumen. Поджимают. Тут вообще ребят. Тут лонга нету. Тут шор. Смотрите. Все свечи красные. И скорее всего наверное дождать его надо будет. В зоне там трех центов. Плюс-минус. То есть пока это плохо выглядит. Тут стояли здесь. Пробили. Протестировали. То есть ну и все. Ничего не держит. То есть дальше. Я думаю. Что будет валиться Lumen. Ну если конечно что-то не произойдет. Потому что тут это надо пробивать. Может быть что-то выкупит. Но пока смотрится плохо. Ripple. Ripple ребята пока сильнее. Вот 0.0. Там сколько. 0.37.9. Вот. И отстоялись. И удержали уровень. То есть вот здесь вот стоят. Ну вот цель там 0.52. Если пойдет. Если нет. Ну можно стоп сюда поставить конечно. Ну пока смотрится вроде сильнее. Но все-таки есть неразбериха немного. Я бы пока сильно не спешил с позициями. И Tezos тоже. Давит пока. Пока давит что-то. И он слабее рынка. Не знаю. Даже бы я думаю пока бы сюда не лез. Возможно где-то пониже. Если пойдет. То можно там глянуть. Вот так вот. В двух словах ребят. Кто желает. Можете открывать счета на Marques. Тоже неплохие условия. Хороший терминал. Понятный. Старый MetaTrader. Нормальный. То есть без всяких глюков. Потому что там. Смотреть на других площадках. Там бывают терминалы. Даже биржевые. Вот эти. Которые есть. Они глючат. Тут пока не видел никаких глюков. Все работает нормально. Ничего. Нет. Самое. Не подгружается. Левая. Скажем так. Или вся информация. Нормально. Деньги. Кстати. Выводятся. Заводятся. Очень легко. Поэтому. Кто хочет. Приходите по ссылке ниже. Открывайте счета. Ну и до новых встреч на следующей неделе. Всем хорошей недели. Хорошего дня. И прибыльных сделок.